Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия». И сегодня мы будем читать 37-ю главу этой книги, которая начинается словами «Иаков жил в земле, странствование отца своего в земле Хананской». Надо сказать, что в данном случае синодальный перевод очень точно соответствует еврейскому оригиналу. Например, перевод российского библейского общества в данном стихе он вообще лишен смысла. Здесь сказано «А Иаков поселился в Ханаане, в стране, где прежде жил его отец». Да мы и так знаем, что он поселился в стране, где прежде жил его отец. Очень неуклюжий перевод. А вот синодальный более точен. Иаков жил, то есть стал обживаться, пускать корни, вайшеф. В земле странствования, лагур, там, где его отец странствовал. Как говорится, все мы странники и пришельцы. А он начал обживаться там, где его отец странствовал. Чувствуете разницу? И когда верующие забывают о том, что они странники и пришельцы в этом мире, Господь иногда может взять и сдвинуть светильник благополучия. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. И далее говорится «вот житие Иакова». «Житие» по-еврейски «талайдот», то есть происхождение. «Вот житие Иакова». Казалось бы, если говорится «вот житие Иакова», должна начаться история об Иакове. Мы уже об Иакове много читали. А здесь начинается история про Иосифа. Про Иосифа Прекрасного. А почему так? Потому что настоящая история людей – это их дети. Человек может состояться как очень благочестивая личность, но если его дети не становятся такими, как бы его жизнь теряет смысл. А если его благочестие передается последующим поколениям, тогда все имеет смысл. Как мы выяснили с вами, Бог избрал Авраама по одной причине. Бог знал, что он создаст религиозную семью, что он будет воспитывать в заповедях Божьих, в постановлениях Божьих, в уставах Божьих своих детей. Ибо на значении семейной жизни родить и воспитать праведного и святого человека. Вот житие Иакова. Иосиф, Иосиф, 17 лет, то есть 17-летний тенейджер, а зачем об этом говорится, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком. А это зачем? Мы и так знаем, что ему 17 лет. Будучи отроком. О чем это? На Востоке дети развиваются очень быстро. Вот именно физически. А Иосиф, да, ему 17 лет, но он как отрок. Он как отрок. То есть как ребенок. То есть нет такой зрелости. Там в 17 лет уже и семьи создают, и бороду отращивают. А вот Иосиф был не таким. Он в 17 лет такой тенейджер, будучи отроком. Сыновьями. Он пас скот вместе с братьями своими. Сыновьями валы и сыновьями зельфы жены отца своего. А почему о них здесь упоминается? Он не брезговал ими. Они, хотя и были сыновья наложниц, но, будучи отроком, он любил играть именно с ними. Может быть, видя то, как его братья немножко с презрением относились к ним. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. О ком? О своих братьях. О своих братьях. Старших братьях. Он дружил с сыновьями наложниц, защищая их. А какие же худые слухи он мог доносить до отца своего. Ну, во-первых, он мог доносить дурные слухи. Он мог говорить отцу своему, Якову Израилю, что вот эти старшие его братья плохо относятся к детям наложниц. Общаются с ними, как с рабами. Это первое. Второе. Он мог доносить худые слухи. Ему могло казаться, что они нецеломудренные люди. Это два. И третье. Он мог говорить о том, что они, ну, например, неправильно осуществляют забой скота. Самое интересное заключается в том, что потом из текста мы убедимся, что это именно так. потому, что по характеру тех испытаний, которые выпадут на долю Иосифа, мы сможем понять, какие дурные слухи он доносил на своих братьев. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому, что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. То есть Израиль Иаков сделал для Иосифа разноцветную одежду. По-еврейски это кетонет пасим. То, что можно перевести как цветная рубаха или там полосатая рубаха. рубаха до пят, можно и так. Но немножко непонятно, в каком смысле Иосиф сын старости его. Ведь там был еще и Вениамин, который младше Иосифа. А о чем же это? О чем же это? Есть предположение, что Иосиф очень был похож на свою мать, красавицу Рахиль. В христианской традиции Иосиф называется Иосиф Прекрасный. Он был такой же красивый, как его мать. Считается, что красоту человек наследует от своей матери, а силу и разумность от своего отца. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, то есть даже более Вениамина. И возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. А о чем здесь сказано? Это сказано в похвалу братьям. Помните, как в случае с изнасилованием Дины там сказано, что братья стали лукавить? Вроде говорили бы хорошие слова, а на самом деле это было коварное лукавство. А здесь говорится о том, что они возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. То есть то, что на уме, это же было на языке. Конечно, все это некрасиво, но, по крайней мере, они не лукавили и не лицемерили. «И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Почему он рассказывает то, что может его подставить еще более? А он как отрок, он как такой мальчик домашний. Он сказал им, «Выслушайте сон, который я видел, вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стояли кругом и поклонялись моему снопу». Ну, конечно, он понимал, что реакция будет однозначная, но по простоте отрока он все это рассказывал. Хотя в 17 лет он мог быть уже и коварным человеком, опытным в интригах, но ничего такого в нем не было. И слава Богу. «И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. «И видел он еще раз другой сон и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце, но солнце – это отец, и луна, а луна – это мать, и 11 звезд – это братья, поклоняются мне?» И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклоняться тебе до земли?» Стоп! А его мать тоже умерла. здесь мы видим такое явное свидетельство о том, что книга бытия признает загробную жизнь. И в духовном смысле его мать, хотя и умерла, она признает превосходство своего сына. «И побронил его отец, неужели я и твоя мать и твои братья придем поклоняться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово, заметил, то есть сохранил в своем сердце. как о Деве Марии в Евангелии от Луки говорится, что некоторые события она слагала в своем сердце. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем». Кстати, вот то, что отец заметил, вот эти слова, заметил по-еврейски «шамар» это слово, оно напоминает слово «шамру». «Шамру» это «хранили», то есть что-то берегли, то есть он заметил и сохранил эти воспоминания. Заметил и сохранил. Это значит, что до людей, которые смогли записать все это, до Моисея, это дошло от Иакова, который пересказывал это другим. Сохраняя память об этих событиях. Как и Евангелие детства Иисуса Христа, то, что мы видим в Евангелии от Луки, исходит из сердца Пресвятой Девы Марии. «И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, вот я. Иосифа, и так понятно, что братья пасут в Сихеме, но Иосиф должен пойти и в этом убедиться. Мало ли, они там ушли куда-нибудь в сторону, там, пикничок себе сделали, и вообще не занимаются стадами. «И сказал ему, то есть Иаков Израиль, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ, и послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем». Здесь говорится, откуда и куда он двигался. «И нашел его некто блуждающим в поле». Вот этот юноша 17-летний заблудился в поле. Блуждающий в поле Иосиф – это как бы образ юности беспечной, который часто блуждает, и не всегда кто-то может найти их. А вот этот некто Хаиш на самом деле это ангел Божий. И нашел его некто блуждающим в поле и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих. Давайте вспомним, когда Господь, Бог спрашивает Каина, где брат твой, Каин отвечает, я не сторож брату своему, потому что Каин был плохой брат для Авеля, которого он убил. А Иосиф это хороший брат своих братьев, он ищет братьев, он стремится к ним. В данном случае Иосиф это образ Христа. Иаков, который посылает Иосифа найти братьев, это образ Бога Отца, который отправляет в мир своего Сына, чтобы тот увидел, как живет Израиль. И мы помним, как в Евангелиях сказано о пришествии Христа, пришел к своим и свои не приняли. Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда. Вот это таинственные слова. Ну, например, если я не вижу человека, которого ищу, зачем мне говорить, он ушел отсюда. И так понятно, что он ушел отсюда. Здесь таинственный смысл. Они ушли отсюда, то есть они сбились с пути, они уклонились от путей Божьих, как Израиль, как потерянная овца, народ. Они ушли отсюда, говорит ангел семнадцатилетнему мальчику. Я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан, в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. Они сбились с пути. И проповедь Христа начинается с проповеди заблудшим. Он прямо говорит, что он пришел в этот мир, спасать неправедных, а грешных. Пришел к своим, и свои его не приняли. И увидели они его издали. Евреи тоже задолго до пришествия Христа, через книги пророков, они видели его как бы издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Помните, как царь Ирод искал, как убить Иисуса. И сказали друг другу, вот идет сновидец, они смеются над доверчивым юношей 17-летним. Пойдем теперь и убьем его, и убьем его, то есть они стали умышлять против него. Умышлять – это слово «ва-ид-на-кэкээлу», то есть злоумышлять. Они злоумышленники, это и есть совет нечестивых. и они говорят друг другу, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Из его снов. Вот такая ревность жгучая была у них, и услышал сие Рувим, а Рувим это блудник, это нечестивый человек, но он делает все, чтобы защитить Иосифа. Почему? Христос говорит, первые в Царстве Божьем идут блудницы, мытые и грешники. Может быть, для Рувима это был акт раскаяния, ведь он осквернил ложа своего отца, и услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав не убьем его, не убьем его. Вот человек, который пережил собственное падение, он бывает более сострадателен по отношению к другим. А те, которые действуют с позиции собственной мнимой праведности, которые как запачканная одежда, как сказано у пророка Исаии, они могут вести себя очень жестоко. не убьем его, говорит Рувим по праву первенца. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него, сие, говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. и Христа положат во гроб, но он воскреснет, вознесется назад к отцу своему небесному. Поэтому Рувим, вот этот блудник, здесь он является образом раскаившихся людей, да, нечестивых, грешных, но о Христе сказано в послании к римлянам, что он и умер за нечестивых, и там даже сказано едва ли кто умрет за праведника. Когда Иосиф пришел к братьям своим, вот с радостным чувством, братья, он доверчивый, да, ему 17 лет, но он как отрок, как мальчик, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. И мы знаем, что с Христа тоже сняли одежды его, и об одежде его бросали жребий. И взяли его, и бросили его в ров, а Христа бросили в руки язычников, римлян. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. А вот тут излишне. если сказано ров же тот был пуст, зачем добавлять? Воды в нем не было. А зачем добавлять? Итак, мы знаем, что он пуст. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. Он был пуст в том смысле, что воды не было, а все остальное было, скорпионы, змеи, непонятно что. И сели они есть хлеб, то есть без сострадания, и взглянув увидели, вот идет из Галаада караван измейлитян и верблюды их несут стераксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. Стеракса, бальзам и ладан это благоухающие вещества. Стеракса нехот по-еврейски бальзам царии это то, что благоухает. И сказал Июда братьям своим Июда по своему значению он как царь, потому что позже Яков скажет, что это царский дом колена Июдова. Христос, кстати, по плоти происходит из дома патриарха Июда. И сказал Июда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Уже Рубим заступился за Иосифа, чтобы его не убивали, а здесь Июда, может быть, поэтому Июда и станет царственным домом. Пойдем продадим его измейлетянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И вот здесь все немножко непонятно, кому же продали Иосифа, и вообще братья продавали Иосифа или нет. Они хотят продать его измейлетянам. А смотрите, что говорится в 28 стих. И когда проходили купцы мадиамские, а это не измейлетяне, измейлетяне это арабы, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из взорва и продали Иосифа измейлетянам, арабам, за 20 сребреников, и они отвели Иосифа в Египет. То есть братья не успели встать, чтобы продать мальчика арабам измейлетянам. Там проходил караван мадианитян, а они сами вытащили мальчика из колодца, может быть, он кричал, и продали его измейлетянам. Но в Библии и в Ветхом, и в Новом Завете говорится о братьях, что они продали Иосифа. Реально они его не продали. Почему сказано, что братья продали Иосифа? Бог судит намерение твое и мое. Намерение если оно ужасно, человек получит за это намерение, как будто оно совершилось. Как будто оно совершилось. Если намерение доброе, он и награду получит, потому что оно доброе, хотя не совершилось, но оно было. Итак, что братья хотят продать Иосифа измейлетянам, арабам, но они не успели это сделать, потому что проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из Орба, не братья, и продали Иосифа измейлетянам, арабам, за 20 серебряников. Еврейский народ в лице Иуды предаст Христа за 30 серебряников. И они, то есть измейлетяне, арабы, отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к Орву, братец думает, что он в Орве, Рувим бежит к Орву, зачем? Может быть, он хочет покормить его. И вот нет Иосифа в Орве, для него это откровение, и разодрал он одежды свои, раздирали одежды, как об умершем и возвратился к братьям своим и сказал отрока нет, а я куда я денусь? Ведь он старший, первенец с него спросит. И с Израиля спросили, как с первенца Бога. Когда они кричали кровью на нас и на детях наших, вся история превращается в историю непрекращающегося Холокоста. В еврейском народе очень обостренное чувство справедливости. И евреи знают, не бывает наказания без вины. А лица знают. И возвратился к братьям своим и сказал отрока нет, а я куда я денусь? и взяли одежду Иосифа, то есть они уже тоже перепуганные, и закололи козла и выморали одежду кровью. Надо же что-то сказать отцу, а ведь отец послал его идти одного по пустыне, ведь на него могли напасть хищные звери. И вот эту одежду, которая была причиной их зависти, они всю измазали в крови. В крови. И послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали мы это нашли, посмотри сына ли твоего это одежда или нет. Он узнал ее и сказал это одежда сына моего хищный зверь съел его верно растерзанный Иосиф. Этими словами он проклял своих детей, назвав их хищными зверями, которые бросили брата в этот озендам, переполненный скорпионами и змеями. Они как хищные звери, они как бы пожрали своего брата. верно растерзан Иосиф и разодрал Яков одежды свои и возложил в ретище на чресло. Чресло это откуда мужская сила проистекает в понимании древних и он одевает как бы траур. То есть он ставит крест на своей семейной жизни, он не хочет больше, чтобы у него были дети, он не хочет рождать их на муку. И оплакивал сына своего многие дни, и многие дни они слышали родания отца. Это были люди с высокими духовными качествами, несмотря на всю их злость. Вот эти братья Иосифа. И слышать плач пророка и патриарха Божия для них это было потрясение. И собрались все сыновья его и все дочери его, кстати, дочерями называются и невески, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Мадеонитяне же продали его в Египет Потифару царедворцу фараонову начальнику телохранителей. А мы же прочитали, что они продали его измалитянам арабам. А те не довезли до Египта, продали Мадеонитянам. А Мадеонитяне продали Потифару царедворцу фараонову начальнику телохранителей. А зачем начальник телохранителей? А телохранителей начальник по-еврейски это Та-Ба-Бахим. этот корень может обозначать и убийство. То есть он мог быть и телохранителем и палачом. То есть он мог быть начальником телохранителей и начальником палачей. А зачем ему 17-летний мальчик? И древние комментаторы говорят, что возможно он купил его для блуда. Потому что египтяне были очень развращенные сексуально. И этот Потифар мог купить этого юношу, красивого юношу, как сексуальную игрушку для себя. Хотя у него была семья, но в Египте были такие жестокие нравы. Итак, мы видим Иосифа в юности, любимый сын отца, теперь мы видим Иосифа угроза его целомудрию в доме нечестивого Потифара, мы увидим Иосифа в тюрьме, мы увидим Иосифа во главе египетского государства. История Иосифа Иосифа это удивительная история. Чтобы вам не пропускать занятия по книге Бытия, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о том, когда выходит очередная передача с разбором очередной главы. Спасибо всех, Христос! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!